добрый день вы на канале модной практики напоминаем что у нас видео выходит каждый день сегодня нас третье занятие с нашим модным жакетом самым простейшим методом а получилось уже третье занятие потому что очень подробно хочу до вас донести всю информацию по работе с конструкцией сейчас у меня готовая выкройка краю жакет из того что у меня осталось после брюк у меня были очень широкие брюки помним у меня вот так две длины ушло осталось вот одна длина жакета и тут кое-что полосочка такая на подборта но если я вот так вот сейчас как я все задумала разложу палочку спинку и рукав то конечно у меня тут хватит на подборт на накладные карманы и все такое прочее не широкенькую такую шлицу я сделаю в спинке я хочу сказать что я сложила уже ткань полоску с полоской мы сейчас выкроем спинка передо мной вот спинка я хочу сказать о такой модели он должен быть вот таким вот прямым если сейчас я во время раскроя попытаюсь более сделать вот такую вглубленную талию более такую впадину в спине это все начнет заламываться поэтому или вытачки и все приталены по краям или вот достаточно вот так вот все ровненько но сейчас полные журналы ровненько я что же хочу от всех не отставать мне что же нужно почти вот так вот такой широким брюкам вот такой вот пиджак чтоб я точно соответствовала ну так сказать сегодняшнему дню вот такую я сделаю невысокенькую шлицу спиночки немножко мне придется тут с рукавом разобраться вот так вот по длиннее ничего не прибавляю по полочке спинки потому что я и так тут уже прибавила надеюсь три сантиметра у меня будет подгибка низа боковые я прибавляю сантиметр так спиночка у меня у меня все широко все комфортно точно абсолютно не будет никаких у меня проблем с шириной по прайме прибавляю 7 миллиметров спинка полочка у меня получается у у меня самое главное чтобы здесь хватило сантиметр на шов и чтобы вот эта часть крайборта было параллельно кромки то есть долевая нить у меня вот здесь крайборта точно долевая нить вот это то место где точно нельзя заблудиться сейчас я потом позову наташеньку уже мы начнем сметывать конечно у меня мало ткани но ничего страшного всегда можно найти какой-нибудь выход из положения так по краю борта я ничего не прибавляю на швы два с половиной сантиметра у меня здесь припуск кто кроит допустим точно будет делать и полочку без подкладки вам надо вот это место но увеличивать вот сюда немножко тут бы сантиметра не хватило но как у нас полочка будет на подкладке ничего страшного в этом нет здесь тоже по прайме 7 миллиметров так контрольная точка эта часть абсолютно ровная должна быть абсолютно ровная вот вот эта часть как под линеечку так все хорошо давайте сверим плечи ну да все хорошо с плечами все хорошо да так а вот сейчас начинается у нас сложный момент там у меня осталось еще на подборта на все 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 а вот здесь мне нужно вырезать рукав по низу рукава я ничего не прибавляю у меня там есть еще ткань я сделаю подгибку из другого куска теперь смотрите мне надо чтобы вот здесь вот у меня хватило вот оно здесь вот оно да поэтому что я сейчас сделаю вот здесь оставлю чтобы мне хватило низ у меня вот но я сейчас вот отсюда вот такую полосочку сейчас отрежу сантиметра два с половиной и пристрою и вот сюда то есть у меня внутренний шов рукава смещается в сторону переда я не хочу никакие кусочки делать вот так вот у меня будет мой рукавчик прекрасно очень даже великолепно отлично какая разница где внутри шов абсолютно прямой рукав никакой формы здесь нет нету как в двухшовном рукаве так начинаем выкраивать окат 7 миллиметров вот это вот слюмяк ну вот 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 Что мы имеем? Мы имеем то, что если мы согнем по центру, у нас внутренний шов рукава смещается вот так вот немножечко вперед. Ничего страшного, видите, что какой хороший рукавчик. У нас не вот так будет шов чуть-чуть смещен сюда на 2 сантиметра. Ничего страшного. Зато нету этих заплаток из одного куска. Все получилось, все очень хорошо у нас. Отлично, великолепно. Рукава готовы. Сейчас я очень сильно проверяю вот здесь вот полоски, потому что хочу вырезать первый воротник. Вот здесь теперь полоски должны лежать прямо вот полоска в полоску. Но у меня так и лежит здесь вот полоска в полоску. А почему полоска в полоску? Потому что согнута точно по полоске. Отлично. И таким образом мне хватило ткани на подборта, на накладные карманы. Хотела сказать, накладные воротники. Уже заговорилось. В Париже покупала в лоскуте. Там в основном куски 3 метра. Кто был, тот знает. Так, отлично. Очень хорошо. Вот наш воротничок прекрасный. Откладываем его в сторону. Сейчас мне надо здесь что перенести на полочке. Давайте с полочкой немножко поработаем вытачку. Вытачку мы немножко укорачиваем вот так вот. За счет того, что мы имели такую возможность ее уменьшить объем. Сейчас линию перегиба лацкана. И центр переда. От перегиба лацкана пошел центр переда. Это обязательно прокладывать прокладочные швы. Так. Давайте заодно вот эту вытачку перенесем, чтобы нам на той стороне все нарисовать, чтобы вы видели. Обязательно отмечаем окончание вытачки. При такой заниженной прайме расширенном рукаве, при такой расслабленности, при такой свободе, при такой расширенности самого изделия, как бы мы уже имеем право что-то тут немножечко делать посвободнее. Если бы мы взяли 10 мерок и прямо в той выкройке, как она есть, вдруг бы придумали там, допустим, укоротить вытачку, из-за того бы ничего не получилось. Здесь я на этой стороне все рисую. Вытачка. Центр переда. Сейчас я еще раз за камерой все это перенесу на другую сторону. Линия талии на другую сторону и проложим прокладочные швы, центр переда, перегиб лацкана, заметаем вытачки и тут мы сильно, не так сильно у нас тут сметочно-наметочной работы, чтобы мы вам показали примерку. Думаю, что не надо набирать много видео, сейчас начинать вот это вот все делать на камеру. Мы сметали вытачки, центр спины, боковые и подгибку и проложили прокладочный шов, вот он прокладочный шов, перегиб лацкана и центр переда. Сейчас мы сметаем плечи, примерно вметаем воротник. Сейчас хочу рассказать вам о рукавах. Пройму я вижу, пройма абсолютно идеальная. Абсолютно идеальная пройма для меня, я это вижу, я хочу, чтобы вы тоже увидели, вот так поставлю напротив камеры и смотрите, какая идеальная пройма для такого свободного жакета. Рукава у меня, шов внутренний перешел немножко вот наперед, когда все отутюжится, будет абсолютно нормально. Я его не собираюсь как-то совмещать или не совмещать с боковым швом изделия, поэтому они у меня вот там где лягут, там они и будут. Дальше, один воротничок у нас вот такой вот. Я хочу сказать, что я сейчас все это дометаю и покажу вам примерочку. И открою вам по секрету, что брюки-то уже готовы, брюки просто очень шикарно получились. После всех изменений туда, которые я внесла после примерки, когда я уже увидела на примерке, как это есть, и уже подогнала так вот под себя, сделала так, чтобы мне нравилось. Мне уже нравится. Мне хотелось бы вот так вот визуально немножко удлинить длину, может быть подшить чем-то другим, но я аж еще не видела с теми широкими брюками. Когда я одену в комплекте с широкими брюками, например, то я увижу лучше. Абсолютно ровненький вот такой пиджачок, без выточек, без ничего. Вот такой широкий рукавчик, нормальной длины, вот такой, как я люблю. Здесь будут два накладные кармана, все уплотнится, отутюжится, рукава вметаны, как попало. Никаких приталиваний, ничего. Прекрасный пиджак. Я думаю, что я его найду с чем носить, не только вот с этими широкими брюками, я подумаю, с чем еще буду его комбинировать. Потому что сейчас я начинаю создавать свой новый гардероб, и у меня вещи должны начинать как-то друг с другом взаимодействовать. Я думаю, что вот этот вот костюмчик, как раз вот с этим топиком я собираюсь все это носить, который сегодня на мне топик. Вот тут будет у меня первая пуговица, вот здесь вот. Все очень ровненько. Здесь будут накладные карманы, хотя мне даже уже и без карманов нравится. Воротник, ничего не буду поправлять. Обратите внимание, сам воротник, верхняя часть, как хорошо лежит. Правильно мы его смоделировали. Я никогда не пробую там воротники и на этих пробниках, потом их не приметываю, не видоизменяю. Я как-то за жизнь научилась сразу делать воротники, поэтому как бы и своими знаниями делюсь с вами. Будьте разнообразными и новыми. Я думаю, что невзирая на все сейчас жизненные трудности, которые нас окружают, мы встретим весну во всеоружии. Будем разнообразными и красивыми. Ставьте лайки, делитесь нашими видео в соцсетях, подписывайтесь на наш канал, приобретайте наши курсы и смотрите наши уроки. Всего хорошего. С вами была я, Паук Штрин Михайловна и вся наша команда.